всем привет меня зовут александр патрисвятский я работаю в студии режиссера монтажа также монтирую ролики для темы лебедева но последние два года я работал в команде над созданием потокуса и про потокус я как раз хотел бы вам немножко рассказать что такое собственно потокус потокус это бесконечный интерактивный эфир давайте вот сюда уберем потокус это бесконечный интерактивный эфир которым показываются работы студии которым показывается и рассказывается про дизайн то есть это такой эдакий журнал студии лебедева просто в видео формате в бесконечном интерактивном в видеоформате в онлайне но самое главное отличие потокуса от других различных стримов на ю тубе на твиче и где-нибудь еще это наличие интерактивности то есть взаимодействие зрителя непосредственно с тем что происходит на экране и об этом я чуть чуть позднее но хотелось бы рассказать немножко пропады предысторию подзывает как-то два года назад меня наш арт-директор сережку линкович и говорит давай посмотрим на сайт студии артемия лебедева мы такие посмотрели мы поняли что дизайн сайта он все время менялся в течение времени с какой-то и менялась расположение иконок сама картинок и так далее но мы поняли что как будто мы топчемся на месте потому что дизайн-то менялся но вот основная сетка основной посыл основной смысл вот дизайна сайта он оставался то есть какие-то картинки текст лендинги ссылки и так далее и серёжа предложил такую идею как бы нам все это изменить как бы нам апгрейднуть интернет и превратите сайт студии лебедева не просто в набор картинок и каких-то лендингов а в настоящий новый видеоформат который соответствует всем новым современным трендом и так далее вот и этот видеоформат можно было посмотреть с любого устройства с любом с любым разрешением экрана то есть полноценный такой видеоэфир созданные на основе сайта студии лебедева и тогда у нас уже появились вопросы ну то есть мы начали работать подумали что эта идея клёвая классная такое обновление интернета и мы будем собственно первыми в этом и мы начали думать как это все можно сделать как же перенести статичный сайт студии лебедев в видеоформат то есть то есть студия делает очень классные работы и мы подумали что можем начать например с них у мы начали просто вот как-то собирать какие-то работы брать картинки то есть что такое работа да это набор картинок это может быть там в нем видео есть может какая-то анимация но мы начали с базовых таких вещей чтобы не упороться и просто начали пробовать как это все сочетается мы сделали накачали картинок у какой-то работы сделали это все в слайд-шоу и уже у нас появился такой видеофрагмент состоящий просто из картинок то есть это слайд-шоу но его уже не скучно смотреть вам анимат с анимациями с музыкой то есть уже мы превратили статичный контент динамический такой дальше студия лебедева она любит учить и учиться поэтому студии есть очень много различных ребят сотрудников и гостей студии которые проводят семинары и мы решили что их тоже можно будет нарезать как-нибудь кусочком как бы это не звучало и собрать такие видеофрагменты и отчеловечить эфир то есть если мы когда создавали вот эти вот эти слайд-шоу это что обычно студия производит она производит логотипы интерфейсы какие-то возможно архитектурные проекты но когда мы посмотрели вот что получается у нас сложилось такое впечатление что нам не хватает людей и поэтому когда мы добавили туда больше лиц в кадр мы поняли что это очеловечивает эфир и соответственно больше команда начинает этому эфиру доверять следующей ступени у нас стало создание таких анимационных роликов ведь если посмотреть на сайт студии лебедева мы же переносим сайт студии в такой видеофраг формат и мы прошерстили посмотрели что существует на сайте и например есть такие полезные штуки раздел на сайте полезные всякие штуковины которая студия разработала это знаки сделано в россии это знаки возрастных ограничений и такие другие прикольные сервисы типа типографа мы решили их тоже перенести в видеоформат мы просто взяли и сделали из картинок анимационные такие презентации в которых они динамическо динамически рассказываются показываются все это вживую видно и мы тоже вставили этой в эфир дальше мы подумали над синтезом голоса и у нас это неплохо получилось мы с помощью некоторых технологий яндекса умудрились создать озвучку голоса и тем самым мы стали не только показывать картинки или видео но и рассказывать потому что если вы заходили на какую-то любую работу но там есть еще сопутствующий текст на странице о чем эта задача чем дизайн как мы ее решали какие-то дополнительная информация и если раньше мы просто показывали картинки то сейчас мы можем это еще озвучить и рассказать и дальше самым таким важнейшим этапом вообще ради чего это записывалось стала разработка виджетов виджеты это такие интерактивные элементы это такой слой над видео где пользователь может взаимодействовать с эфиром в прямом в реальном времени то есть мы убираю такие границы где смотрит пользователь только потреблять информацию он может на нее как-то еще и воздействует то есть какие-то голосования какие-то викторины куда-то нажать то есть идет видео а поверх него появляются такие виджеты с которыми ты можешь взять про взаимодействовать и такая важная штука что эти виджеты могут быть не только интерактивным то есть кнопочка слайдер что-то нажать что-то куда-то тыкнуть и так далее они могут быть динамическими то есть что я имею ввиду это подгрузка информации в реальном времени из интернет то есть через api через какой-то сервис то есть показывание данных в реальном времени который сейчас происходит и на примере этого мы сделали такой вот виджет называется леса индекс это индекс компании для индекс компании для которых студия лебедева когда-то сделал дизайн логотип в интерфейс неважно и просто их котировки сейчас на рынке и они показываются в реальном времени то есть что вы сейчас видите но не здесь это просто скриншот а вот на седьмом этаже телек есть или просто на сайт зайдете там реальная информация которая подгружается в реальном времени откуда-то там и также мы сделали просто для демонстрации виджет погоды казалось да просто виджет но он не такой простой потому что тут можно выбирать погоду для любого пользователя для любого города на земле и также этот виджет позволяет подгружать погоду для города из которого сидит из которого смотрит пользователь то есть она просто мгновенно подгружает погоду если ты находишься в сан-франциско на подгрузке для из сан-франциско и в москве ну и соответственно так далее то есть казалось бы это такая базовая вещь ну что заново изобрели погоду но когда ты смотришь эфир когда ты смотришь эфир это очень сильно влияет на зрителя и как бы заставляет его почувствовать причастность потому что чем например я небольшое отступление сделала почему чем популярны и стримеры почему популярные стримы какие-то на отвече на ю тубе и почему люди с ними вообще общаются не донатит и так далее потому что их смотрят народ и они хотят быть причастными к этому они хотят чтобы именно они были увидены в ролике то есть если какой-то стример прочитать их сообщение или назовет имя или никнейм или на экране покажется сообщение которое задонатил это все очень так на мозг влияет у зрителя и поэтому это более такое затягивает его и поэтому вы даже наверняка где-нибудь видели в тик токе в каких-нибудь роликах где о сызрань мой города и там 200 лайков то есть это очень сильно влияет на такое на доверие пользователя к эфиру ну в общем вот эти виджеты они могут накладываться на видео и транслировать любой контент это аудио видео фотографии и я вам даже спасибо скажу что этому может быть даже сайт то есть сайт в сайте и это очень мега штука которую мы сейчас тестируем и будет очень клево на это посмотреть дальше мы как раз переходим к созданию этого интерактивного контента что такое я подразумеваю под этим интерактивным контентом это не только аудио текст фото видео это такой вот как раз набор элементов при совокупности которых происходит магия контент на который вот смотрит зритель он не только дает какие-то знания он еще позволяет пользователю участвовать в этом поэтому он называется интерактивный потому что пользователь может с этим взаимодействовать и изначально мы думали что мы можем подготавливать заранее видео то есть брать какие-то шаблоны в after effects брать какие-то шаблоны не знаю пример про их каких-то монтажных программах но потом уперлись в такую штуку что это все довольно сложно создавать это долго дорого и самое главное что это тратит время на рендер то есть создание рендеринг видоса из какого-нибудь шаблона в 1080p это занимает не просто неумолимо много времени и это не стоит того поэтому мы решили создать свой такой сборщик контента моего называем это рабочее название такое свой онлайн аналог монтажной программы мы опирались вообще просто по это файсу на ему потому что она очень простое как два пальца посмотреть то есть там все видно там сразу есть дорожки аудио ты все понимаешь есть превью окно и так далее и мы начали разрабатывать эту систему которая может без каких-либо знаний монтажа то есть любой человек абсолютно может зайти на этот на эту программу этот сайт и просто не обладая никакими навыками собрать уже из статического контента уже полноценный какой-то ролик который не стыдно показывать и смотреть то есть да сейчас это уже делают все в тик-токе какая-то и так далее но у нас это более такой прокоммершал более про наш сайт поэтому мы создали такую программу выглядит она вот так она очень интуитивно понятно очень похож на нуля то есть есть окно превью просмотра слева у нас есть панель с уже загруженными контентом каким-то там видосами фотографиями аудио неважно и соответственно таймлайн где все видно прописано то есть видео дорожка аудио дорожка и дорожка виджетов и могу показать вам как раз демонстрацию этого демонстрация программы мы просто выбираем нам нужны картинки замечу это просто статичные файлы просто картинки тут происходит как раз таки магия картинки загружаются и сами раскладываются на таймлайн вам ничего делать не нужно они уже сами разложились между ними создались автоматически переходы и теперь это уже не просто татичные картинки которые были висели на сайте это уже готовые видосы которые можно куда-то повесить соцсетях в в инстаграме ну короче просто вот такое самым заполнению то есть его уже не стыдно показывать но настоящая магия уже еще впереди мы понимаем не понимаем сейчас мы понимаем что мы хотим создавать не только интерактивного не просто показывать из картинок какой-то видос уже готовый мы хотим добавить нам интерактивности поэтому мы нажимаем на кнопку биджеты и у нас есть огромный список виджетов которые мы напрограммировали на дизайн или и сейчас вот на примере мы создадим голосование какой шоколад круче и можно выбирать там разные варианты ответов и вот так все вбивается все автоматически дизайн адаптируется и мы можем в любое место на видео поставить этот виджет и в любое время по длительности то есть не вначале самого куда-нибудь переместить и теперь у нас контент становится не просто каким-то слайд-шоу не просто показывается но и становится интерактивным с которым может взаимодействовать пользователь это очень интересно потому что все вот эти фентифлюшки они как бы притягивают пользователя и всегда очень интересно понажимать на различные голосовалки вот например в stories в инстаграме вы часто наверняка замечали что есть голосование кнопочки слайдеры круто не круто и так далее и всегда прям тянется рука их пощупать и таких комбинаций виджетов может быть несколько потому что они независимы друг от друга но они могут друг о друге знать например когда вот выступает никита деменков надеюсь правильно принес фамилию мы можем вставлять такие фотографии о чем он говорит на видео и соответственно просто пользователь будет видеть этот виджет слышать что говорит никита и переходить по ссылке чтобы узнать более подробно там более картинки и так далее то есть мы можем делать такие комбинации с голосованиями с картинкой с фото с видео это у нас нет ограничений короче с этой системой мы можем превращать обычный статический контент в динамический и интерактивный далее хочется рассказать немного режиссуру прямого эфира которого сейчас крутится у нас на сайте от лидер потому что почему потому что когда вот мы заготовили вот мы создали эту систему сборщик контента мы перенесли много работы в такой видеоформат что нам теперь с ним делать на теперь с ним делать нам надо его как-то показывать а как вы надо показывать мы могли бы пойти по простому пути мы могли бы взять просто весь контент расположить по порядку или парам в рандомном порядке или как он стоит в админке по создать создание неважно но тут у нас возникает несколько подводных камней контент расположенный подряд он немножко размывает глаз у зрителя восприятия потому что ему нужно немножко отдохнуть того что сейчас показано было от вот этой работы какой-то анимации дать возможность про реагировать нажать на какую-нибудь голосовалку комментировать поспорить с друзьями в чате и отправить какую-нибудь реакцию эмоджи и так далее поэтому мы создали такую единицу контента как виджеты точнее не виджеты как перебивки перебивки это такие они существуют везде они существуют в youtube формате в телевизионном формате как стс допустим вспомните какие-нибудь там анимационные закрывашки открывашки поэтому мы их тоже тут использовали это могут быть видео 5 15 20 секунд и в них может происходить все что угодно они просто как будто разграничивают между сюжетами просто разграничивать между сюжетами наш эфир чтобы зритель немножко отдохнул перевел дух осознал как-то смог прокомментировать про реагировать в общем они могут быть в них могут быть просто как видео так и виджеты например погода сейчас это как перебивка у нас работает также у нас есть курсы валют где в реальном времени тоже подсасывается значение есть небольшие такие объясняющие видеоролики как вот это управление эфиром один клик мы просто для запуска поток создали такие интерактивные интерактивные такие динамические анимационные ролики чтобы знакомить пользователя с новой новость новым вот этим дизайном с всем потому что мы не хотели использовать тул типы которые знаете но наведи сюда здесь вы можете вот сюда нажмите мы хотели раз у нас видео формат почему бы не сделать это все в видео формате это получилось очень классно красиво динамически также у нас например есть виджеты такая перебивка с виджетами студия лебедева в социальных сетях они интер это интерактивное то есть ты смотришь видео но ты можешь мышкой нажать поводить и перейти в нужную социальную сеть также мы сделали такие небольшие викторина понабирали вопросов понабирали ответов и сделали такую перебивку где пользователь просто это тупо интересно когда тебе задается какой-то вопрос и обычно касается касается студии лебедева то есть там вопросы там сколько стоит экспресс-дизайн или в каком году основался экспресс-дизайн вот и когда мы проводили такой тест оказалось многие сотрудники даже ну не угадывали и это добавляло дополнительный интерес а для внешнего пользователя это тоже будет классно вот и мы такие штуки сделали и они как бы разграничивают сюжеты своим присутствием второй подводный камень когда вопрос о том как нам показывать вот эти все сюжеты рандомом или друг за другом у нас подводный камень был в том что у нас у студии каждый день почти каждый почти рабочий день выходит новая работа и нам нужно эту работу как-то подсвечивать нам нужно говорить о ней нам надо ее чаще показывать а когда у тебя просто друг за другом будет идти дизайн это работать не будет поэтому мы создали такую систему ротации контента где новая работа она показывается допустим 12 раз чаще чем предыдущие то есть мы сегодня добавили новую работу она показывается 12 раз чаще работа которая добавлена неделю назад она в 6 раз чаще две недели три и так далее то есть и то есть такие коэффициенты которые бустят показ работы в расписании в эфире ну и последний подводный камень заключался в том что нам нужно показывать определенное время определенные сюжеты например у студии обычно утром или ночью выходит новый новая работа новый дизайн и мы должны показать в 9 часов этот как раз собственно новый дизайн или 15 часов лекция чтобы просто ну какая-то была система где пользователь точно уже помнят что что у меня с утра посмотреть и выпить кофейку позавтракаю что можно посмотреть на youtube особо ничего прикольного не зайду на сайт лебедева там где часов уже новая работа я и посмотрю или 15 часов лекция и как раз вот такими когда мы нам требовалось создание такой системы именно для того чтобы мы могли это все планировать расставлять и так далее поэтому мы сейчас заработали систему расписания эфира она позволяет контролировать каждый элемент расписания выставлять в определенное время определенным нам нужный сюжет и собственно руководите этим эфиром заполнение расписания производится в полуавтоматическом режиме администратору пасти с мальчику который всем занимается который все это наполняет нужно расставить всего лишь в определенные часы нужные сюжеты и система заполнит вот эти дыры между ними автоматически потому что вручную создавать и перетаскивать тысячу контента это не прикольно поэтому автоматическая система она еще учитывать как раз таки систему ротации контента то есть новый контент показывается чаще старый реже наша задача состоит в том что мы чтобы зрители было интересно смотреть наш эфир мы хотим показать наши сюжеты но также дать пользователю свободу выбора например почему так все любим youtube тик ток твич и любые видео платформы которые мы ходим потому что там нам предлагается на выбор несколько видеоэлементов и что тебя завлечет какая привычка краши какой пользователь тебе приятнее ты на него кликнешь а остальных скипнешь собственно так все работает выбор поэтому мы добавили такую штуку в интерфейсе как таймлайн такой где ты можешь выбирать что тебе посмотреть она пролистывает она тебе показывает на 20 элементов назад от текущего прямого эфира и на парочку элементов вперед чтобы ты знал что будет и когда тебе просто не интересно не хочешь посмотреть сейчас что в прямом эфире идет пожалуйста не смотри мы как раз таки в этом плане выбрали классную стратегию мы балансируем между телеком и современными такими стриминговыми сервисами которые в отличие от телека мы можем контролировать что сейчас идет прямом эфире мы можем не смотреть прямой эфир мы можем на какой-то элемент другому на другой переключиться и посмотреть его если он нам интересен также мы можем перемотать этот элемент просто по ну понажимая в окне превью на нужное время какое-то вот и поэтому пользователь выбирает что ему интересно смотреть и мы не заставляем пользователя осмотреть то что именно сейчас идет прямом эфире поэтому повторюсь что потокус это такой бесконечный интерактивный эфир который мы сделали мы принесли сайт лебедева в видео новый такой видео формат в динамический развлекательный познавательный и его просто интересно смотреть мы так сказать апгрейднули наш сайт но это еще не только ради нашего сайта но мы создали систему которая она оказывается пригодна и для бизнес продаж то есть большим компаниям она тоже нужна как раз в этом направлении ведется работа если что какие-то вопросы можете задать азамату вот но что хотелось еще сказать такая система появилась в просто из-за идеи то есть если у кого-то есть идея по предложению усовершенствовать там не знаю сайт интернета любую какую-то вашу crazy идею обращайтесь пожалуйста к вашему арт-директору кому-нибудь сереже коленкович или петру маргина если идея зайдет то как раз может через какое-то время вы тоже будете выступать и рассказывать про эту вашу новую идею которая реализовалась вот спасибо да наверное скучно вопрос будет но прошел уже сколько местами как на сайте ну около того да около месяца месяца метрики собирали вообще на сколько метрики это да что здесь продавать на самом деле как минимум это система трансляции контента как минимум поэтому мы можем продавать ее какому-то малому среднему бизнесу больших компаний где у них там в офисе стоят какие-то мониторы где крутится что-то когда например я это человек вот прям понял зачем это нужно и когда зашел там где ребрышки вас продают на арбате там у них такие экраны висят и они заполнены какой-то говном вот потому что там что-то крутится непонятно а могли бы крутиться какие-то классные виджеты какие-то классный контент не просто это клипы дрейка или что-нибудь а что-нибудь такое которое могло продавать приносить пользу бизнеса порит пользу бизнесу вот и с помощью нашей системы можно этим всем руководить и как раз в этом направлении ведется продажа то есть для организации трансляции на нескольких экранах какого-то контента и оказывается бизнесу это интересно на выставках на любых каких-то мероприятиях где есть экраны и где надо что-то крутить а если она будет еще там с кодами интерактивным а если на это можно и какие-то но есть же экраны интерактивные можно пожмякать но это прям разнос мягко скажем так